Сегодня открытое акционерное общество «Пинский автобусный парк» – это 720 человек, которые сообща и успешно решают задачи качественного перевозочного процесса пассажиров автомобильным транспортом. Результат – высокий имидж предприятия на рынке транспортных услуг не только в стране, но и за ее пределами. И признание руководителя предприятия Ивана Рябковца человеком года Брещины – это высокая оценка труда всего коллектива. Руководитель один не сможет достичь этого никогда – это работа всей команды, сплоченной, нацеленной на общий результат. Моя задача как директора – создать условия. Условия для того, чтобы работники могли раскрывать свой потенциал, внося свой вклад в общий результат. Подводя итоги работы «УАО «Пинский автобусный парк» за 2023 год, необходимо отметить безусловное выполнение всех доведенных ключевых показателей эффективности работы предприятия. В 2023 году «Пинский автобусный парк» выполнил все доведенные показатели и закончил финансовый год с очень неплохим результатом. Мы заработали 2 миллиона чистой прибыли. Такого в истории развития нашего предприятия еще не было. «Пинский автобусный парк» – серьезный игрок на рынке автомобильных перевозок пассажиров в международном сообщении. Эффективность работы в этом направлении стала важным фактором успеха. Мы смогли качественную услугу предложить пассажирам для поездок в Европу, это Польша. В день мы выполняли 3, а в отдельные дни 4 рейса ежедневно. Такой объем транспортного обслуживания предложили пассажирам. И за год мы смогли заработать 2,5 миллиона прибыли на этом виде деятельности и частично перекрыть убытки, полученные на социально значимых перевозках на городских и пригородных. Наращивать потенциал, максимально его реализовать – это непременные условия развития предприятия. В 2023 по-прежнему приоритетом оставалось обновление подвижного состава. Мы получили 10 автобусов для работы на городских и пригородных маршрутах. А вот такая эффективная работа на международном сообщении и, соответственно, заработанные деньги позволили нам приобрести за собственные средства, это вот второй источник финансирования обновления подвижного состава, мы смогли за собственные средства приобрести 3 автобуса туристического класса. Финансовая стабильность позволила инвестировать в развитие предприятия. Помимо обновления подвижного состава – это внедрение новых технологий, модернизация производства, приобретение нового технологического оборудования и инструменты – значительно большие суммы. Инвестиции равно развития. Это четкая стратегия директора предприятия, реализация которой приносит успех. И главные инвестиции на предприятии вкладываются в человека. Если внимательно относиться к людям и с уважением прежде всего, вот тогда и появляется та атмосфера в коллективе, которая предполагает желание каждого поучаствовать в общем результате. Чтобы прийти и поработав, уходя с этой работы, с чувством исполненного долга, вот в этом состоит задача современного руководителя. Четкое следование графику движения, оптимизация маршрутов с учетом интересов пассажиров, оперативное и широкое информирование о работе автотранспорта, слагаемые успеха каждого трудового дня Пинского автобусного парка, удовлетворяющего спрос населения в перевозках. Вдумайтесь в эти цифры. За 2023 год было выполнено почти 578 тысяч рейсов, перевезено более 11 миллионов пассажиров. Мы делаем свое дело, и мы его не можем делать некачественно, особенно налагает ответственность год, объявленный президентом, год качества. Качество нашей услуги заключается в безопасный перевоз, на него заточено все предприятие. И вот если говорить об особенностях нашей отрасли, у нас все прозрачно. У нас любая ошибка чревата нарушением безопасности. Это все понимают и на это все работают. Продолжение следует...